Насколько это вы, ну, правду говорите, что вам приходило по 7, по 10, по 20 тысяч писем, не знаю, неделю, месяц? Я увидел чму, в которой пребывал языческий мир, и насколько отвержены были христиане. Это такая жажда была у людей к Слову Божьему. Писали все, политики, православные священники, сельские жители, 1 миллион нераспечатанных писем. Хочу зайти в эти гробницы, хочу взобраться на эту гору, сфотографировать, пойти туда, где отливали эти монеты. Если бы документалистика наших дней зависела от современных христианских лидеров, у нас не было бы никаких упоминаний о новейшей истории. Представьте, я пишу дома, у меня наушник с музыкой в одном ухе, телевизор работает. По-другому невозможно. У нас были целые проекты, когда мы могли работать 70 часов подряд, и никто не ложился спать 2-3 ночи. Если Бог ничего не изменит, мы останемся в России до конца жизни. Другого пути нет. Библия повествует нам об удивительном отношении Руфи к своей свекрови. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру. Извечное и самое заветное желание отцов – продолжать жить в своих потомках, любовь детей испытать, преемственность поколений сохранить. Истинный пастор не жертвует своей семьей ради служения другим. Он обладает безупречным духовным авторитетом и властью в семье, поступая по-мужски и по-отцовски. И увлекает он жену и детей своей любовью к служению Господу. Подсознательное, неодолимое желание ребенка – ощущать чувство принадлежности к своему роду. Видеть жизнь своих родителей – красивую и достойную. Как вы их привлекали в служение? Они сейчас все в служении. Это мечта любого отца, любой матери. Чтобы дети были возле родителей, были в служении. Глядя на вашу семью, я просто вижу славу Божью. Реально. Как вы практически, что вы им предлагали делать? Как вы их с собой возили? Они что-то начинали делать. Они сегодня все реально в служении? Наших детей мы вовлекали в служение с самого раннего детства. Как? Прежде всего, мы никогда не настаивали, что это папина служение. Мы никогда не настаивали, что это именно мамина служение. Мы всегда говорили «наше служение». Таково было понимание. Когда мы говорили о служении, имелось в виду «мы». С самых ранних пор вопрос ставился так – «что нам делать?» А вы, мальчики, как хотите, чтобы это было? Даже если мы и Денис знали ответ заранее, смысл состоял в том, чтобы вовлечь их в разговор. Мы хотели, чтобы они чувствовали служение, чувствовали принадлежность к служению. И так оно и было с самых первых дней. Возвратясь домой после воскресного собрания, мы садились за стол и обсуждали проповедь. И каждый высказывался. Я спрашивал «Пол, что ты услышал в проповеди отца сегодня?» «О чем я рассказывал?» «Филипп, что ты услышал в проповеди отца сегодня?» «Джоэл, что ты услышал?» И так мы вытягивали из наших детей их личную реакцию на Слово Божье. Что это значит? Как нам применят это в жизни? И, конечно, Денис поступала замечательно, когда молилась с мальчиками, и эти молитвы были о служении, о папе, когда он был в отъезде. И как можно чаще я брал мальчиков с собой в поездки, например, на самую первую встречу, где шли переговоры от телестанции. Это было еще при коммунизме. Со мной рядом был Пол, ему было 8 лет, но он был рядом. Он был со мной. Верил со мной. Мы говорили, насколько это было невозможно, но это должно было произойти. И в то самое время, как это проникало в мое сердце, так же это проникало и в его сердце. Поэтому вовлечение наших детей в служение было целенаправленным и преднамеренным. Ну хорошо, ваши мальчики росли, и Павел Старший в вашем доме, да? Вот он в один день признается вам, что ему понравилась девушка. Разумеется, русская, наверное. Как вы вообще принимали своих невесток? Это же все русские невестки у вас, и дети, как вы уже говорите, русские. Великолепно. Но конфликт? Нет. Нет. Он влюбился в девушку, которая помогала Денис. Она уже была нам как дочь. Мы ее любили. Пол, наверное, влюбился в нее намного раньше, но ее звали Полина. И он просто не мог себе представить. Пол и Полина как-то не звучит. То есть мы уже любили эту девушку, и для Денис она была как дочь. Поэтому, когда Пол сказал, что он влюблен в Полину, счастья нашему не было предела. Это было великолепно. В нашем доме было правило. Мальчикам не разрешалось ходить на свидание до 18 и жениться до 20. Пол женился прямо, когда ему исполнилось 20. Не теряя ни минуты. Сейчас у него четверо детей. Четверо детей? Да, четверо детей. Вильям, Анастасия, Коэн и Эбби. А Эбби, наверное, недавно родилась. Я вот был как в Москве. Все они живут в нашем доме на первом этаже, так что наш дом похож на детский сад. Все внуки прибегают наверх, дедушка, бабушка, как герой. Затем убегают, и их не видно и не слышно. Филипп влюбился в девушку, которая получила спасение в нашей церкви. Это просто прекрасно. Она получила спасение в нашей церкви, и Филипп влюбился в нее. Джоэл влюбился в девушку, которая получила спасение в нашей церкви. И вы знаете, кто ее отец? Ее отец был кинематографистом, который снял фильм «Операция И». «Операция И». Ее папа работал с продюсером этого фильма и снимал многие сцены Вот на ком женился Джоэл Они ждут ребенка То есть мы полностью ассимилировались Пол получает российское гражданство У нас Деннис – вид на жительство Филипп и Джоэл в процессе получения вида на жительство Если Бог ничего не изменит, мы останемся в России до конца жизни Другого пути нет Пасторик, вы начали телевизионное служение Несколько слов об этом Телевизионное служение в 90-м году, не знаю, в 91-м году В 91-м году Я уже знаю эту историю немножко Насколько это вы правду говорите, что вам приходило по 7, по 10, по 20 тысяч писем Не знаю, в неделю, в месяц Неделю Это правда? Да И по почте? Это же имейла еще тогда не было Имейла не было Так а сколько это ящиков? Как это вот, ну вот комната? Много В один ящик вмещается от 5 до 7 тысяч Большая часть нашей почты приходила тогда на киевский адрес А когда у нас накапливалось от 3 до 5 ящиков Киевский офис звонил и просил Пожалуйста, заберите почту, так как уже негде хранить И я тогда посылал сотрудника, и он возвращался домой с тремя, пятью, семью ящиками почты Вот это такая жажда была у людей к Слову Божьему Тогда это было совсем по-другому Христос воскрес Он воскрес И то, что он исцеляет людей сегодня Это проозглашение того, что он воскрес Вы знаете, многие великие люди, они лежат в своих могилах Понимаете, что я сказал? Многие знаменитые люди в своих могилах Иисус живет сейчас Рик Реннер стал одним из первых американских миссионеров Отправившихся к русскому народу с посланием Благой Вести После развала Советского Союза народ оказался в глубоком духовном кризисе В стране, в которой десятилетиями насаждался атеизм и безбожие, воцарился хаос Устои общества надломились Рухнули старые догмы идеологов коммунизма И пали мнимые кумиры Духовно осиротел русский народ А в сердцах людей накопилась огромная жажда послышанью живой и настоящей правды Гибель народу без Слова Божия Ибо жаждет душа Его Слова и всякого прекрасного восприятия Независимо от времени и пространства В глубине каждой души человеческой Живет подсознательное стремление к чистому и святому К вечному и прекрасному Мы были единственной христианской телепрограммой Люди впервые слышали Слово Божье с телеэкранов Какое-то чудо Писали все, политики, православные священники, сельские жители Все писали О чем, в основном, о чем писали эти люди? Что они писали в письмах? Люди хотели спасения Они хотели быть спасенными Хотели исцеления для своих семей Восстановить свои поломанные браки Сердце свое изливали на бумагу Саша, мы не были готовы к этому Когда мы начали телевизионное служение, мы не предполагали такой поток писем У нас и компьютера-то не было, чтобы печатать Мы собирались все писать от руки, а почта все приходила и приходила и приходила Когда уже появилась компьютерная сеть, у нас лежали неотвеченными миллион писем Это невозможность себе представить Один миллион нераспечатанных писем И теперь нам предстояло читать и отвечать А как же? Кто вас обязывает открыть все миллион писем и ответить на них? Бог обязывает Если эти люди взяли конверт, потратили время, чтобы написать мне Заплатили за марку, пошли на почту и отправили это письмо Вообще, наверное, они первый раз в жизни это делали Это большое доверие И когда это письмо попадает нам в руки, мы должны относиться к нему как к драгоценной человеческой душе На это ушло много времени, но мы ответили всем И, Саша, никогда ни одно письмо не было выкинуто В нашем складе коробка на коробке Тонны и тонны писем, полученные с 1991 года Сохранилось каждое письмо, потому что за каждым человеческая душа И для меня это ценно На сегодняшний день у нас хорошая и отлаженная система корреспонденции И правило наше таково Когда мы получаем письмо, ответ уходит в течение трех суток А что вы писали в письмах? Что вы людям писали? Что писали мне люди? Нет, вы, что вы писали людям? Как вы отвечали? Что вы им предлагали в письмах? Когда вы отвечали на письма? Ну, во-первых, мы отсылали им мои книги бесплатно Мы раздали миллионы моих книг Миллионы На вопросы, которые задавали люди, мы отвечали с Библией в руках Сколько у вас взяло времени ответить на миллион писем? И сколько людей было вовлечено в эту работу? В то время у нас было 72 человека Которые только тем и занимались, что отвечали на письма Теперь по-другому В то время? Да 72 человека И сколько времени взяло ответить? У нас были целые проекты, когда мы могли работать 70 часов подряд И никто не ложился спать 2-3 ночи Подвозили пиццу, мы открывали письма, писали, писали ответы Мы договаривались, давайте за эти выходные разберем 20 тысяч писем Это было настолько удивительно Наш подход ко всему был прост Бог призвал нас делать это Почему бы не получать удовольствие от того, что мы делаем? Давайте просто будем наслаждаться Но были и трудные моменты Вы так и не сказали Сколько у вас взяло времени на миллион писем ответить? Кажется, 8 месяцев 8 месяцев? 8 месяцев 8 месяцев? 8 месяцев Во-первых, мне интересно, сколько всего книг вы написали и в какой атмосфере вы пишете? Я написал более 30 книг Мне не пишется в абсолютной тишине Я не могу И если слишком тихо, мои мысли начинают блуждать, я не могу сконцентрироваться То есть должно быть много шума И если нет естественного шума, нужно было что-то придумывать Представьте, я пишу дома, у меня наушник с музыкой в одном ухе Телевизор работает По-другому невозможно В Москве есть такой огромный магазин «Глобус» Типа нашего Корстка или Супер Волмарта Это место, где я работаю чаще всего У них в кафе всегда полным-полно людей Я сажусь куда-нибудь в угол Достаю компьютер, книги Обычно я начинаю в полдевятого, в девять И работаю до пяти-шести вечера И за это время передо мной проходят сотни людей И весь этот шум заставляет меня фокусироваться Никто не слышал о том Рик, я знаю, что последний ваш труд Объемный труд, огромный труд Свет во тьме светит Вы писали, посещая Турцию много раз У вас была целая делегация людей с вами Почему эта тема вас интересует И сознаюсь прямо, честно вам скажу Что я встречал людей, немало людей Которые сомневаются в том Когда вы вот так детально объясняете Даже вчера на семинарах Площадь, здесь были ступеньки Здесь была школа тирана По деянию апостолов Много людей, которые говорят Ну это невозможно знать так точно Откуда этот человек все это знает И естественно приходят сомнения А значит люди думают Что что-то переукрасил, что-то добавил Что-то сочинил Расскажите, насколько вы много времени Посвящаете изучению этих всех тем Можно ответить прямо Они просто невежественны Вся эта информация вполне доступна В раннехристианской истории Отцы церкви писали обо всем Все описывали Саша, зная, как вы любите литературу Я уверяю вас, что если вы начнете изучать То, что было написано в первом, втором, третьем, четвертом веках Они документировали все Если бы документалистика наших дней Зависела от современных христианских лидеров У нас не было бы никаких упоминаний о новейшей истории Люди ничего не записывают Но отцы церкви писали обо всем Они описывали каждую тюрьму Каждый случай мученичества за веру Как выглядел город Смирна Я обнаружил удивительного писателя Аристида Язычника То, как он описал город Смирну Просто поражает Поэтому вся эта информация вполне доступна К тому же я регулярно посещаю эти исторические места Да Вот это мой второй вопрос Если столько есть литературы Зачем вы туда едете? Чтобы убедиться своими глазами Чтобы убедиться своими глазами Куда вы идете? Во все эти места, раскопки, да? Возьмем, к примеру, Турцию Если бы вы поехали со мной в Ефис То, я уверяю вас, нисколько не гордясь Я наверняка смог бы вам показать город лучше, чем профессиональный гид Между прочим, на этой неделе Я говорил с гидом, который считается лучшим в Турции Так как я собираюсь в Сардис И я сказал ему Асил Так его зовут Ты многое, что в Сардисе не показывал мне Он ответил Что ты имеешь в виду? Я дал ему список из 15 мест Мне хотелось бы там побывать Хочу увидеть и записать свои наблюдения Хочу зайти в эти гробницы Хочу взобраться на эту гору, сфотографировать Пойти туда, где отливали эти монеты На что он ответил Все это есть в Сардисе? Я ему Асил, ты же профессионал Ты должен знать это Так что на прошлой неделе он съездил в Сардис И вчера я получил от него письмо Рик, ты оказался прав Все эти места есть в Сардисе А я и не подозревал В следующем месяце мы поедем туда с ним А также с моим фотографом и историком И я сделаю записи О каждом сантиметре Сардиса Зачем это вам надо И зачем это надо людям Таким, как я? Потому что Когда я писал эту книгу Я бы ответил Вот как Многие пишут о вере Надежде Об исцелении У меня есть способность, которая отличает меня от многих Я умею документировать Знаю греческий язык Нового Завета Знаю историю Среди нас, христиан, не так много людей Которые могут заниматься, чем занимаюсь я Последний вопрос в этой области Особенно вот об этом труде в Турции Что вы делаете Что вы поняли Вот В процессе работы Что вы поняли Или открыли для себя нового В книге Откровения Я увидел тьму В которой пребывал языческий мир И насколько отвержены были христиане Мир в кромешной тьме Сексуальные извращения Которые даже не считались извращениями Что-то за рамками гомо- и гетеросексуальности Люди были настолько испорчены Под тяжелым влиянием Демонических духов И языческих богов Поразительно то Что Евангелие Могло проникнуть В этот мерзкий Отвратительный мир Расцвести И противостать Этой тьме Возможно Это самое веское доказательство Того Что Евангелие Поистине Богодуховенно Вот что произвело на меня Самое сильное впечатление А когда люди толкуют Или трактуют Книгу Откровения Это будущее? Что-то из этого сбылось? Какой ваш общий взгляд На Книгу Откровения? Саша, дальше третьей главы Я даже подробно не изучаю Я читаю только с первой по третьей главы Потому что в них послание для церкви Кто имеет уши, да услышит Что Дух говорит семи церквам Вот это для нас Я лично не чувствую в себе уверенности Интерпретировать далее Это касается церкви первого столетия Нас с вами Но я не чувствую в себе уверенности Проповедовать дальше четвертой главы Понял Понятно Я верю, я читаю Но не учу об этом Последний вопрос Какой ваш Next project Какой у вас может быть Dream, мечта Ну, не знаю На пять следующих лет Вообще Может быть через тусклое стекло Но вот вы чувствуете Что вы к чему-то подойдете Еще важному Что хотелось бы сделать в вашей жизни Хочу закончить созданием в Москве Это моя большая задача на сегодняшний день Хочу написать цикл Комментариев для Нового Завета Хочу написать комментарии К книге Деяния К которому бы не было аналогов Пусть это будет пять тысяч страниц Но я это сделаю Но я сделаю это Хочу это сделать Хочу это сделать для себя Это один из тех проектов Там будут фотографии Описание каждого места Упомянутого в Деяниях Фотографии исторических мест Я хочу, чтобы читатель Чувствовал, как будто он находится там И у него бы отпали все вопросы Это то, что вчера люди после семинара говорили Для нас Деяние ожило Это моя мечта Но самый-самый-самый большой проект Это я сам Путь моего личного преображения В образ Христа Вот это и есть самое большое Чтобы Бог изменял меня Чтобы день ото дня Я становился как Христос Это намного важнее Чем все остальные проекты Спасибо, Рик Большое спасибо Спасибо за правду Спасибо за доступность Спасибо за доступность для Бога Который может через вас Говорить, делать И не важно, что думают люди И как люди относятся Мне понравилось, как кто-то в древности Один из философов сказал Если бы мы знали, как мало люди о нас думают Мы бы не заботились Что думают о нас другие люди Так что спасибо вам огромное За пример И за доступность для Бога Делать все это для нашего народа Это очень приятно Что Бог взял человека Из другого народа Что доказывает полный Божий суверенитет Он так решил Кто может ему указывать Кто может сказать ему Что ты сделал Он так решил И всем доказал Что семья Реннер Это большое благословение Для русского народа Мир внутреннего человека Это маленькая свеча Из телесного воска Свеча горит изнутри Не силой извне А собой Своей сутью Сама жизнь Ее и есть горение Она не может не светить Пока жива И такую свечу Ветер времени не гасит Лишь делает ярче Жизнь Жизнь ведь тоже только миг Только растворение Нас самих Во всех других Как бы им В дарение Все мы стали людьми Лишь в той мере В какой Людей любили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok